И еще раз всем привет! Если забыли, меня зовут Данила Маев, я iOS-разработчик в Payday, и сегодня мы с вами рассмотрим, как раздробить Monolith с помощью Tuist. И вместо вступления я хотел бы поделиться известными проблемами iOS-разработчика. И первая проблема — это мерч конфликты. Думаю, с этим сталкивался каждый. И самое, наверное, противное, ужасное — фиксить конфликты в внутренних файлах Xcode, Xcode.proj. Потому что этот файл трудночитаемый, и если этот файл ломается, ломается вся разработка. Слошная головная боль. Также следующая проблема — это ошибки при установке зависимостей. Думаю, каждый тоже сталкивался с тем, что пытался поставить новый SPM-пакет, он не ставится. Пытался обновить какой-нибудь пот, он тоже не обновляется. Тоже очень тяжело с этим работать. Также современные приложения становятся все больше, задачи от бизнеса становятся все тяжелее и тяжелее. И появляется потребность раздробить монолитное приложение на какие-то составные модули, фичи, чтобы можно было работать, например, параллельно, поддерживать сложную кодовую базу. И очень неочевидно, как правильно это сделать, какие есть подходы, инструменты. И последняя проблема, наверное, с этим тоже сталкивался каждый. Какие-то странные ошибки Xcode, краши. Xcode не может найти какой-то нужный вам файл. Все мы знаем это чувство. И я бы сейчас хотел устроить небольшой интерактив. Давайте проведем голосование. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что мерши конфликты – это самая больная проблема при iOS-разработке. Кто у нас в онлайне, пожалуйста, поставьте плюс один, например. Так, ну смелее, смелее, смелее тяните. Так, одна рука. Окей, мерши конфликты. Окей, нормально. Ошибки при обстановке зависимости. Как вы думаете? Окей, уже рук побольше, побольше, да. Не знаю, как вам кажется, на модуле дробить это сложно? Как-то, видимо, не сложно. Окей. И кто голосует за последнюю ошибку? Так, ну тут есть, видимо, очевидный победитель ошибок и проблемы iOS-разработчика. Окей, встает логичный вопрос. Как же нам с этим жить? Есть ли какие-то комфортные решения для работы с X-кодом? В команде Payday мы стали искать ответ. И таким инструментом стал туист. О нем, собственно, пойдет и речь дальше в докладе. Если вам надоели эти ошибки, вы хотите сделать крутое модульное приложение, то мой рассказ и туист вам в этом помогут. Прежде чем начну рассказывать, расскажу, что нас ждет. Доклад будет поделен на четыре секции. В первой я расскажу туист и как с ним работать. В следующей секции я расскажу именно про модули, как сделать модульное приложение. В третьей это будут какие-то подводные камни туиста, наш собственный опыт адаптации, наше приложение Payday. И четвертая, последняя секция. Мы поговорим про будущие релизы туист, то есть что нас ждет дальше. Окей, давайте перейдем к первой секции. Что такое туист и как же с ним подружиться? Туист — это X-код на стероидах. Так гласит слоган на сайте разработчиков этого инструмента. Я выделил четыре основные причины, почему стоит на него обратить внимание. И первое — это то, что туист — open-source инструмент для работы с X-кодом, и он работает с помощью кода генерации. Это большой плюс. Почему? Потому что всегда можно посмотреть исходный код, возможно, даже законтрибьютить. И с помощью кода генерации жизнь становится на самом деле проще. Мы это увидим дальше. Второй плюс — то, что сам проект описывается в специальных файлах, манифестах, и эти файлы пишутся на свифт. То есть в отличие от других решений, вам не нужно учить какие-то скриптовые языки. Вам не нужно разбираться в ямл-файлах. Любой разработчик под iOS, даже самый малоопытный, может спокойно залететь к вам в проект и понять, как описывается проект на туисте. Это очень круто. Следующий, третий плюс — то, что туист по факту может идеально подойти под любой масштаб любого проекта. Будь у вас одно маленькое приложение, или это приложение уже начинает разрастаться, или у вас уже большая модульная система с кучей модулей и зависимостей. То есть на самом деле может подойти везде. Главное — правильно его настроить. И четвертый пункт — это такой сборный. Хочу обратить внимание на то, что туист не только про кода генерации и модули, это еще и кэширование сборок, и ускорение билда, и работа с ресурсами. То есть в нем очень-очень много фич. Сейчас мы о них всех попытаемся поговорить. Как же нам описать проект на туисте? Давайте сделаем такой бриф, посмотрим, как с ним работать. Сразу же прошу обратить внимание на код справа. Как раз-таки тут примеры манифеста файла. Они должны называться project.swift, и в нем находится стандартная информация Xcode проекта. Думаю, каждый, кто работал с Xcode, встречал все эти названия. У нас есть простая структура project, и в ней мы просто указываем, например, название нашего приложения, какие у нас будут таргеты, инфоплисты, ресурсы, зависимости. То есть все, что мы раньше тыкали кнопочки и галочки в Xcode, мы можем описать на свифте, пару десяток строк. И дальше туист нам по этому файлу создаст готовый проект, мы сможем в нем работать. И по факту нам больше не нужен Xcode Proge файл, который генерирует сам Xcode. И по факту мы избавимся от меньше конфликтов в нем. Это очень круто. Давайте продолжим знакомство, посмотрим, как же начать с туистом работать с полного нуля. И тут есть несколько моментов. Первое, то, что туист — это инструмент командной строки. Нужно его к себе поставить на машинку рабочую. Это может сделать команды справа, сверху. И уже с самого начала работы с туистом вы получаете огромнейший плюс. Под капотом вы будете использовать терминали не туист, а специальную утилиту туист-энф. Если по-простому, она управляет окружением и версией туиста для всей команды разработки. То есть у вас больше не будет конфликтов, что кто-то обновил версию, а кто-то нет. Это очень удобно и очень ускоряет процесс написания кода. Давайте же посмотрим, как начать новый проект. В туисте есть много, так сказать, готовых команд, чтобы быстро начать разрабатывать. Такая команда — это туист и нит, и в ней нужно указать всего, например, один параметр — платформ. И с помощью первой команды на слайде справа сверху вы сможете создать стандартный Xcode проект, который вы создавали, опять же, раньше ручком через графическое представление одной командой в терминале. Там будут все стандартные настройки и все стандартные файлы, там appdelegate, infoplistы, то есть все, что нам добро, уже и знакомо, все будет сделано. Также можно использовать несколько шаблонов, можно делать свои, можно использовать готовые, например, темплей для SwiftUI, там будет content view, все необходимые тоже window-группы, все будет работать. Также хочу обратить внимание на еще две команды. Это twist-edit. С помощью нее, собственно, можно редактировать проект, который вы, например, сами сделали или сделали через twist-edit. Об этой команде поговорим чуть подробнее на следующем слайде. И последняя команда, наверное, самая важная, это twist-generate. То есть вы с помощью этой команды, собственно, и создаете Xcode проект. То есть смотрит на ваш project.suit файл, смотрит на все ваши параметры, и этой командой открывает вам уже готовый Xcode проект, вы можете в нем работать. Все очень круто. Давайте теперь поговорим о twist-edit. Почему я хочу застать на нем внимание, потому что это очень удобная фича в twist. Когда вам нужно именно поработать с проектом, поменять там какие-то настройки, то есть вам открывает отдельный Xcode approach, в котором хранятся только файлы twist или же ваши собственные какие-то расширения к нему. Удобно в этом фокусироваться, вы не отвлекаетесь, например, на свой исходный код или на какие-то еще лишние файлы в проекте. У вас здесь только настройка проекта, и вы можете использовать все фичи Xcode, которые есть в обычном проекте. То есть автодополнение, всякие рефакторинги, все это очень удобно и позволяет быстро описать даже самый сложный проект. Также на скриншоте тут представлен пример из нашего приложения Payday. Как видите, не отличается от первого примера. Используем структуру project, и в ней все необходимые поля мы заполняем для того, чтобы создать наш Xcode проект. Дает логичный вопрос, что же делать, если проект уже существует, если мы хотим адаптировать, то есть наше уже существующее приложение. Для такой ситуации тоже уже подготовлена специальная команда, то есть migration. Пример вы можете увидеть справа сверху. Принцип работы прост, просто берутся старые настройки и пересохраняются в новые, то есть потом по ним генерируют ваш проект. Но уже со всеми плюшками и фичами Tuista. Также рекомендую посмотреть на такую специальную утилиту, как CDF. Ее рекомендуют и сами разработчики Tuista. Принцип работы тоже суперпростой. Берется старый Xcode approach, берется новый Xcode approach, и в терминале вы можете увидеть, какие параметры проекта у вас совпадают и какие нет, если вы мигрировали в свой старый проект. Окей, первая секция на этом подошла к концу. Мы поняли, как поставить Tuist, как начать с ним работать, какие у него есть основные команды. Давайте немножко углубляться, посмотрим, как затащить зависимости в проект и раздробить наш код на модуле. С объявлением зависимости в Xcode на самом деле тоже все очень непросто, как мне кажется. Исторически есть несколько способов, как затянуть какую-то библиотеку себе в проект. Это и как Opoz, и Cartage, и Swift Package Manager появился не так давно. И у каждого этого подхода свои какие-то файлы, свои настройки. Нужно за всем этим следить. Еще, возможно, у кого-то в проекте есть встроенные библиотеки. У них есть там, например, свои билд-сеттинги, как они компилируются, собираются. В общем, если где-то ошибка, это все в разных местах смотреть, неудобно. Tuist предлагает более легкий вариант. У каждого таргета есть специальное свойство dependencies. По факту это массив с зависимостями. И Tuist предоставляет много готовых команд. Например, нам нужно сделать в зависимости на другой таргет, пожалуйста. Нужен как раз-таки какой-то встроенный фреймворк, тоже есть. Нужна целая SDK-шка. Но Маури, кому нужен C++ в проекте, тоже есть. И самое, наверное, популярное, чем вы будете пользоваться, это экстернал-зависимости, то есть внешние. О них мы сейчас поговорим чуть подробнее. Под экстернал-зависимостью в Tuist понимается SPM и картаж. Пример описания, как их, собственно, потянуть в проект, есть справа. Вам нужно их описывать в специальном файлике dependencies.swift. И большой плюс такого подхода в том, что у вас описание идет в одном интерфейсе. Вам больше не нужно смотреть в какие-то отдельные конфиг-файлы. И само описание тоже довольно простое. Я особо даже не буду останавливаться на пояснении. Тут просто описывается, какая нужна конкретная зависимость, откуда, версия и платформа. То есть все максимально просто и легко. Вы можете спросить, что же делать с какого-поц, потому что все-таки это довольно популярное до сих пор решение. Тут есть пара моментов. Первое, то, что Tuist раньше поддерживал какого-поц, но решил их дипликейтить в пользу SPM. Так что тоже еще один колокольчик про то, что SPM все популярнее и популярнее. Но никто не мешает вам их использовать дальше. То есть вы можете после генерации проекта Tuist вызвать pod install и поды затащатся в ваш уже сгенерированный проект. Обычно это выглядит так. Вы описали зависимости, описали проект, вызвали Tuist Generate, вызвали pod install, проверили еще все ли правильно, там скашировалось, линковалось. Очень довольно долгий процесс. Мы в PID решили использовать makefile, файлик с командами. И как пример, команды мы используем команду develop. в ней есть пару алисов на команды, это все тоже довольно легко. Сначала мы ставим SPM, потом команда generate xcode, собственно, генерируем Tuist наш проект. И pod install, это под install, туда уже доставляются поды, которые у нас все еще остались в проекте. Окей, с библиотеками, думаю, все понятно, с внешней зависимости, как их затащить. Все довольно просто. Давайте разберем, как именно наш код раздробить на модуле и как сделать так, чтобы у нас все получилось. Встает вопрос, как же правильно добавить свой модуль. Есть много разных подходов и способов, но в PID мы используем такой самый быстрый и легкий, чтобы ускорить разработку. Алгоритм у нас такой. Мы берем и выносим код просто в отдельную папку. Далее в этой отдельной папке мы настраиваем обязательно project.svif file, чтобы Tuist понял, что это отдельный модуль со своими отдельными настройками. И опционально можно настроить package.svif file для SPM, чтобы потом переиспользовать этот модуль в других проектах. И третьим шагом мы должны в наше основное приложение добавить модуль через project-зависимость, и в итоге мы получим классный результат, у нас все будет работать. Ну, на словах это все довольно легко. Давайте посмотрим, как это выглядит в коде. Прошу сразу же обратить внимание на правую часть, на структуру проекта. У нас имеется главный project.svif file в папочке Payday. По факту это наше главное приложение, ядро. Можно так его назвать. И у нас есть, собственно, сами модули наши внутренние, и мы их храним в папочке Models. Каждый модуль свои отдельные подпапки. В каждой подпапке есть еще свой project.svif file. Как я говорил ранее, это очень удобно, потому что по факту каждый модуль является своим мини-приложением. Можно там создать какой-то тот же пример, как использовать этот модуль. И очень удобно в этом работать. Можно фокусироваться только на этом модуле, собирать только его. Это сильно ускоряет разработку. И далее, когда мы все настроили, как я говорил, в Massive Dependencies мы вызываем специальную уже готовую команду project, не указываем, какой нам нужен таргет и какой путь, где лежит исходник нашего модуля. И после генерации проекта мы получим готовые Xcode-фреймворки встроенные. Это очень удобно, потому что они будут собираться быстрее, то есть их там оптимизируют, кэшируют, и в итоге у нас получится крутое модульное приложение. Вроде бы все звучит легко, но на самом деле можно еще сильно покопаться, потому что все эти модули нужно еще правильно сконфигурировать. Да и вообще, кроме описания проекта и настроек модулей, в Xcode еще хранится информация о сертификатах, о подписи приложений и о многом еще другом. И встает вопрос, как это описать на Toist, есть ли команды. Да, они есть, их довольно много. И не забывайте то, что вы используете Swift. То есть вы можете практически бесконечно расширять весь функционал Toist, использовать какие-то перечисления, экстеншены и тому подобное. И как пример, я представил скриншот функции из нашего проекта. Функция Make, она нужна для того, чтобы как раз-таки сделать настройки какой-либо конфигурации. У нас есть параметр UpConfiguration. Это по факту просто перечисление. Там есть, например, кейсы дебажной версии приложения, тестовая версия приложения, релизная версия приложения. Соответственно, для каждой версии обычно свои какие-то параметры, настройки. И в Toist можно все это легко использовать. Можно создать Settings Dictionary. По факту это просто словарик строк. И в нем мы указываем, какие нам нужны настройки. Как видите, можно указать и как подписывать приложение, какие сертификаты, Bundle ID, и вплоть даже до оптимизации цветового компилятора. Все это можно. Функция эта, возможно, сейчас уже потерпела какие-то изменения. У нас еще тоже гораздо больше файлов, с помощью которых мы описываем проект. Но как пример, не забывайте, что Swift очень мощный язык, и с Toist они очень хорошо дружат. Все можно очень круто и гибко настроить. Окей, половина доклада уже прошла. Сейчас в последнее время я просто восхвалял Toist. Он решает очень много проблем, и мерч-конфликты, и можно модули круто создать быстро. Вроде бы по факту идеальный инструмент, но в нашем мире нет ничего идеального. Согласитесь. Даже у Toist есть подводные камни, и сейчас я о них расскажу. Это наш собственный опыт адаптации Toist в Payday. И первым камнем подводным была команда Toist Fetch. Если коротко, эта команда нужна для того, чтобы те зависимости, которые вы описали, она их как бы стягивает и кэширует у вас локально. Вроде бы логика очень простая, но очень неочевидно ее вызывать на первых парах, потому что, например, по опыту с SPM, вы указываете, где брать исходники пакета, и Xcode через энное время сам его подтягивает и можете его использовать. Нам казалось тоже, что в dependencies.swift я описал все зависимости, вызвал Toist Generate, и Xcode уже с готовыми зависимостями создан. Нет, такого не происходит. Когда вызываешь Generate, тоже командная строка не дает никакой подробности, почему упала, какая ошибка. И почитав документацию, немножко поэксперентировав, мы поняли, что нужно всегда перед генерацией проекта вызывать Toist Fetch. Это спасет вас от многих ошибок кэша и так далее. Так что это мой совет вам. Следующая проблема Marketing Version Not Found. Toist почему-то после генерации проекта просто берет и наглухо стирает поля Version и Build. Казалось бы, кому эти поля нужны, но, к сожалению, они очень важны, потому что с помощью версионирования мы отправляем сборки в TestFlight, в App Store, и если та же там как-то версию неправильно указать, Apple вам откажет в review. Toist решил эту проблему тем, то, что поля просто пустые, и когда мы искали решение, не было какого-то ответа от разработчиков в Toist, и мы создали свой отдельный Xcode Config файл, в нем мы хранили версию приложения и также хранили некоторые пути для подов, потому что некоторые поды почему-то не могли подружиться с Toist. Но я думаю, что скоро эту проблему решат, и, возможно, мы скоро откажем тоже от каких-то подов, и Xcode Config нам больше не нужны будут, все будет храниться в Toist. И третий момент, про который я хочу поговорить, то, что Toist и Git — это все-таки приятели, а не друзья. К чему я веду? Вроде бы казалось, что Toist спасает нас от мерч конфликтов, мы описываем все на свифте, Xcode Proge нам больше не нужен, и можно спокойно пользоваться Git, переключаться через ветки, пушить, пулить, и все классно. Да, это так, но если вы адаптируете Toist в свой проект, и у вас есть ветка уже с Toist, и ветка без Toist, когда вы будете переключаться, Xcode может не понимать вас, потому что у Toist свои кэши, какие-то кэши могут храниться в дереве или дата, Xcode может не собираться, может вылетать, и какое решение? Ну, как говорится, на 7 бета один ресет. Иногда можно перезагрузить MacBook, можно почистить тоже кэш, можно также стянуть заново репозиторий, то есть все советы из техподдержки тут помогут. И, возможно, подводных ко мне гораздо больше, может, что-то мы не вспомнили, когда готовили доклад, и, возможно, что-то мы еще не столкнулись. И сейчас я бы хотел перейти к последней секции, это о том, что же нас ждет в будущем про Toist, потому что этот инструмент до сих пор развивается, возможно, кому-то он сейчас понравился, кому-то не очень, может, кому-то он не подходит в проект, но я бы хотел, чтобы вы держали руку на пульсе, потому что проект очень многообещающий, и сейчас я расскажу, почему. В Toist также большую роль играет кэширование, то есть кэширование, как оно выглядит сейчас. Сейчас можно кэшировать в зависимости сторонней, которые вы указываете в dpns.swift, то есть какие-то библиотеки, то есть больше их заново не будет стягивать, они у вас будут храниться в кэше, с ними так удобнее работать, и также Toist может прогреть ваш код, то есть вы можете сбилдить какой-то модуль, и дальше он будет горячим, грубо говоря, готовым. В дальнейших сборках других модулей или общего приложения у вас сам весь билд-процесс будет гораздо быстрее из-за прекомпилированного кода. Это уже сейчас работает, это работает сейчас очень круто, мы сами пользуемся этим, и это ускоряет вообще процесс разработки, но команда Toist не останавливается на этом. Что же у нас будет в кэшировании скоро? Toist сейчас работает над таким инструментом, как Toist Cloud, сейчас он уже в альфа-версии, и с помощью него можно отправлять ваш прекомпилированный код в какой-то удаленный сервер, и потом использовать этот код в локальных сборках целой команды или же в CI-сборках. Давайте немножко поговорим о нем подробнее, я выделил снова четыре причины, почему стоит на него обратить внимание, и почему он классный, потому что эти все четыре пункта уже работают сейчас в альфа-версии, только подумайте, что может быть дальше. И первое, то что очень гибко можно настроить сервер, где будет храниться ваш код, у Toist есть уже готовый хост, то есть вы можете использовать его, либо же развернуть локально, тоже там инструкция очень простая, как это делается. Дальше вам не нужно проходить какие-то инвайты на альфа-тестирование, сейчас уже есть быстрая регистрация, вы можете ее пройти и взамен получите поддержку от команды Toist 24 на 70 у вас какие-то проблемы с кодом, и они также мониторят код на уязвимости, что очень круто. Третий пункт про то, что вообще в коде это настроить очень легко, то есть казалось бы вам нужно собрать какой-то код, отправить его на сервер, с этого сервера опять получить, использовать, вроде бы звучит не так просто, но Toist позволяет вам это настроить буквально в три строчки, я пример кода не привел, потому что скорее всего это IP поменяется, но в официальной документации уже есть способы, как это сделать, и четвертое, то что есть уже готовые команды, например, для S3 Bucket, чтобы хранить код как-то лучше, и использовать этот перекомпилированный код в своих CI-сборках, вы можете просто указать там токены и адрес сервера, откуда брать код и какой конкретно модуль, и все, у вас будет готовый уже какой-то сбилженный фреймворк, и ваш процесс деплоя будет ускоряться в разы. На этом про Toist Cloud и вообще в принципе про Toist у меня все, все четыре части подошли к концу, и вместо заключения я бы хотел бы подвести некоторые итоги. Toist на самом деле решает очень много проблем, которые мы описали в начале, это и мерч-конфликты и позволяют более легко работать с зависимостями. Также Toist практически самое лучшее решение сейчас, которое есть для модульных проектов, чтобы гибко их настраивать. Действительно, с Toist очень удобно работать. Также третий поинт про то, что теперь вместо странных ошибок с кодом у нас странные ошибки Toist, но ребята не стоят на месте, у них почти каждый месяц новый релиз, какие-то фиксы, и команда разработчиков Toist очень сильно его развивает. И также все-таки прошу обратить ваше внимание на то, что он становится все популярнее и популярнее, о нем все чаще говорят, все больше компаний его используют, и с недавних пор компания ВК тоже пополнила этот список с нашей помощью, тоже нашей команды. И в конце хочу сказать, что Toist классный инструмент, пробуйте, попробуйте его адаптировать в свой проект, он очень классный, если он как-то вам не подходит, все равно следите за ним, в нем будет очень много крутого. На этом у меня все, связаться с нами можно по QR-коду, если у вас есть какие-то вопросы. Спасибо большое за ваше внимание, готов ответить на ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok